Всем привет! Меня зовут Марк и вы смотрите заводной PowerPoint. Мы продолжаем вас знакомить с инструментами в PowerPoint, которые убивают красоту всей презентации. И сегодня на очереди стандартные изображения и шаблонные иконки из 90-х. Видимо, мода на эти стандартные шаблонные изображения и такие же иконки клипартные, так называемые, пошла еще и, наверное, из 90-х годов, это мода, когда было сложно найти нормальные изображения, не было такого количества сайтов с бесплатными изображениями, которые есть сейчас, да и сплатными. И использовали их в PowerPoint, абы как. Сейчас их тоже очень часто используют, если вот вставить изображение из интернета, которая нам позволяет Microsoft Office найти, так называемые, видите, клипы Office.com, бесплатные фотографии и иллюстрации. Вот что зачастую бывает. Вводим какой-нибудь запрос в бизнес, очень популярный, и в итоге получаются либо какие-нибудь вот такие вот люди, абсолютно шаблонные, не знаю, как они ассоциируются с бизнесом, но вот видимо из-за того, что на них какие-то пиджаки, официальная одежда. То же самое с иллюстрациями, то же самое. Я думаю, многие видели разные иллюстрации вот такого формата, вот такие вот иконочки вставляют и это какие-то там 3d иконки, которые сейчас абсолютно не популярны. И другой формат иллюстрации, сейчас я найду их. Вот, я думаю, вот такие вот иллюстрации многие видели вот такого формата. Пожалуйста, не используйте их, потому что они не популярны, они вышли из моды, сейчас совсем другой формат используется. Вы это можете найти там в других тест-драйвах, наших там сервисов, которые мы рекомендуем. Это и The Known Project, например, и Flat Icon, и Freepik. Там вы все это можете найти. То же самое и с изображениями. Не используйте шаблоны, используйте вот эти абстрактные стоковые фотографии только тогда, когда вам нужно не впечатлить аудиторию, а сделать такой большой информационный слайд. И то же самое с шаблонными изображениями. Старайтесь меньше использовать этих стоковых изображений, делать их только там для иллюстрации, не для впечатления типа аудитории. Лучше подбирать их на flickr.com, на Firestock, на mogu файл, на Creative Commons Search и других ресурсах, о которых мы уже говорили в тест-драйвах сервисах. Итак, в этом выпуске мы с вами обсудили, почему стандартные изображения из Microsoft Office и шаблонные иконки из 90-х это плохо. Пожалуйста, не используйте их в следующей презентации. А в следующем выпуске мы с вами поговорим о стандартных шаблонах в PowerPoint и почему их использовать тоже плохо. Если вы хотите научиться делать крутые презентации, подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok